Всем привет! Сегодня в эфире о тонкостях израильской бюрократии, полезно будет для новых репатриантов, а также фламенко в Пардесхане. Приятного просмотра! Прямое включение с Ирии, муниципалитет Хадеры. Сижу здесь, жду очереди. И пока я тут жду людей, хочу напомнить, что для того, чтобы получить скидку на Арнону в городе, в который вы едете, вам надо первое, это договор аренды, второе, это перевести Арнону на свое имя, третье, прописаться по адресу снятой квартиры, и это должен быть этот город, если это Хадера. И какое уже, третье или четвертое? Четвертое. Если вы какое-то время жили в другом городе, и у вас в Теудат-Олея поставлен другой город, вам надо с того города справку из муниципалитета, что вы не получали скидку на Арнону в том городе. Если у вас в Теудат-Олея стоит, что вы репатриируетесь в Тель-Авив, значит такая справка вам нужна из Тель-Авива. Если у вас написано, что вы там из Холона или Хайфы, то такая справка вам нужна из Хайфы или Холона. А еще лучше всего, если вы перед репатриацией уже 100% определились, что вы едете в Хадеру, то просите, чтобы в Теудат-Олея вам поставили штампом этот город. Тогда не будет нужно искать такие справки. Тогда достаточно будет только поменять адрес в МВД, чтобы в Теудат-Олея у вас был адрес квартиры, Хадеры и все, и скидка вам гарантирована. Эта информация касается не только новых репатриантов, которым полагается 90% скидка на Арнону, а и всем тем, у кого есть скидки на Арнону. Будто это мать-одиночка или пенсионер или инвалид, которые поменяли один город на другой. То есть, если вы переехали, допустим, из Хайфы в Хадеру, то чтобы получить в Хадере уже скидку на Арнону, вашу скидку, надо привезти из того города, из которого вы уехали, справку, что вы больше не получаете там скидку. Об этом я уже говорила и не раз, просто еще раз напоминаю, экономлю ваше время, так сказать. Потому что даже по телефону эти справки можно достать по телефону, но им порой надо дозваниваться по два дня, пока дозвонишься, пока они тебе пришлют. Хотя это должно быть пятиминутное дело, но сервис. Если вы приедете в Израиль и увидите такие наклейки, не удивляйтесь. В Израиле были и есть случаи, когда детей забывают в машине, когда эти случаи приводят к неприятным последствиям. Так что не только такие наклейки можно встретить, а и на почте, допустим, разные приборы, которые продают, кнопки разные. Чтобы они тебе напоминали, что своего ребенка с машины надо забрать. Зашла с ребятами в Министерство образования, они записывают ребенка в школу. И есть такой момент. Если вы сняли квартиру, и вы не платите там Арнону, допустим, Арнона входит в цену, то тут на месте, помимо договора аренды, они требуют декларацию, заверенную адвокатом, где вы это подтверждаете, что Арнону оплачивает хозяин. Одного договора аренды недостаточно. Ну вот, в Хадере это так работает, не знаю, как в других городах, но если будете ехать в Хадеру, имейте в виду. Нашли тут в Пардесхане колоритное местечко. Да, видите, какое колоритное. Тут сегодня танцуют фламенко. Сейчас пойдем вам покажем. Это около школы Хаклаи находится. Это около школы Хаклаи находится. Это около школы Хаклаи находится. Турка. Об Субтитры делал DimaTorzok 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 И что самое интересное, что они преподносят себя на сцене как профессиональные звезды При этом, ну это обычный кружок, любительский Молодцы! На этой приятной ноте закончим наш вечер Всем спасибо за просмотр и пока-пока!